Ну немножко с вами поговорим о тех ситуациях, которые тоже у стоматологов встречаются. Иногда, я уверена, к вам приходят на прием люди, у которых воспалительный процесс не в начальной стадии, а уже имеет свое развитие. Поговорим с вами о том, как правильно проводить анестезию. Давайте перейдем к первой части доклада. С чем встречается стоматолог в своей практике? Я уверена, что многие из вас встречаются с предраковыми заболеваниями, которые мы можем разделить на облигатные и факультативные. Облигатные предраки – это нехорошо. Это раки, которые имеют высокий риск озлокочувствления. Ну, например, хелитманганоти или бородавчатый предрак. Чаще, конечно, предраки с высокой частотой озлокочувствления мы с вами будем видеть не на тисневом крае, а на красной кайме губ. Корень языка, боковая поверхность языка, дно полости рта. Факультативные предраки с малым риском озлокочувствления – это лейкоплакии, часто встречаемые в стоматологической практике, и папилломатоз, то есть папилломы, которые мы с вами можем увидеть на слизистой оболочке, как щек, так и языка, они имеют низкий риск озлокочувствления, но при этом стоматологи обязательно должны быть внимательны к таким вещам, поскольку низкий риск озлокочувствления – это не значит, что никогда данное состояние не станет злокачественным. Рак слизистой полости рта. Он, в принципе, по классификации делится у нас с вами на рак языка, рак слизистой щеки и рак слизистой дна полости рта. Чем рак отличается от предрака? Любая злокачественная опухоль разъедает и замещает те клетки, которые имеются в данной области на недифференцированные. При этом точно так же деструкции подвергаются у нас с вами что? Нервные окончания в этой области. Есть такое, ну, скажем так, в простонародье, да, говорят, или врачи между собой, что имеет место быть именно при злокачественных образованиях. Рак не болит. То есть четко боль в том месте, где мы с вами получаем на гистологии раковые клетки, вот это место болеть не будет, потому что здесь у нас деструкция происходит нервных окончаний. Болеть может вокруг. Болеть могут лимфатические узлы. Болеть могут ткани вокруг тех лимфоузлов, которые регионально принимают у нас с вами лимфу от опухоли. Но сам рак не болит. Чек-лист ранней диагностики онконастороженности в стоматологии у нас с вами будет представлять следующие позиции. Ну, все знают, да, что раковые больные часто без причины теряют массу тела. Но это не всегда бывает только у онкобольных. Больные есть, например, психической патологией тоже достаточно часто. Если не находятся на терапии, теряют массу тела. Но это один из признаков. Увеличение лимфатических узлов в области головы и шеи может нам с вами говорить о риске какого-то, да, вот онкологического процесса. Либо о какой-то вирусной или бактериальной инфекции. То есть увеличение лимфатических узлов, ну, тоже такой симптом, может быть да, может быть нет. Слабость, потливость. Опять-таки, достаточно общеклинический симптом, который присущ многим заболеваниям. Изменение волоса. Вот на это обратите внимание. Если у вас приходит стоматологический пациент, у которого, которого вы две недели лечите и не можете ему вылечить какое-то патологическое состояние на слизистой. При этом он вам скажет, что да, некоторое время назад появилось изменение со стороны голоса, так называемая хриплость. Это признак, который будет нам говорить с вами в пользу того, что пациента все-таки было бы неплохо отправить к онкологу. Неприятный запах изо рта или носа. Это тоже не специфический признак, который может быть присущ как онкологической патологии, так и определенным специфическим воспалительным заболеванием. Смещение зубов относительно друг друга. Если у вас в пределах альвеолярного ряда происходит развитие какой-то плюс ткани, и эта ткань на альвеолярный ряд смещается, то мы с вами всегда будем видеть подвижность зубов, потому что здесь просто будет происходить разрушение связочек, костной структуры, которую зуб удерживают, соответственно, будем видеть такой симптом. То есть на это тоже обращаем внимание. Ну и, конечно же, изменение соя в общем анализе крови. При онкологическом процессе скорость оседания эритроцитов резко возрастает. То есть она становится... Все зависит немножко от того, какой лаборатории вы сдаете, поэтому вы должны, конечно же, ориентироваться на тот параметр, который выдает аппарат, на котором меряют это сою. Но все, что выше 40, это имеет смысл прицельно на такого пациента смотреть и отправлять его на дополнительные диагностические исследования. Это таблица признаков, по которым мы с вами могли бы немножечко сориентироваться и уметь отличить новообразование, которое имеет тенденцию к злокачествлению, от специфических и не специфических воспалительных и травматических повреждениях слизистых полости рта. Если мы с вами обратим внимание на эту таблицу, то, понятное дело, тенденция к кровству. Да, у онкологии она всегда есть, но опухоль не всегда растет так, что вам ее видно. Достаточно часто опухоли растут не наружу, а куда в глубину тканей. При этом все опухоли головы и шеи, они по характеру своего роста являются злокачественными, поскольку есть места, которые очень трудно поддаются технике оперативного извлечения опухоли в пределах здоровых тканей. Иногда это просто представляет риск для жизни пациента. Ну и, конечно же, обратите внимание, что новообразования злокачественные вместе своего роста являются безболезненными. Как анестезировать такого больного, если к вам приходит больной, и вы у него подозреваете новообразование, но при этом он приходит к вам на прием, и вы ему должны оказать первую помощь. То есть вылечить ему, например, тот зуб, который находится вне зоны роста опухоли. С опухолями на самом деле все достаточно просто. Если вы ее видите, если вы хорошо видите край опухолевого роста, то есть вы можете определить зону здоровую, зону неподверженную вот этим, да, вот сюда еще опухоль не доросла, то вы спокойно производите анестезию. Поскольку анестезирующие вещества не влияют на рост опухоли. Самое главное – опухоль не реже, не колен. Все, что находится рядом с опухолью и, по вашему мнению, является здоровой тканью, здесь вы по абсолютно тем же методикам, по которым проводите здоровому человеку анестезию, соответственно, то же самое делаете такому пациенту. Если у вас рост опухолевый, опухолевый рост проходит таким образом, что вы не можете провести инфильтрационную анестезию, достигнув блокады нерва четко, да, на один конкретный зуб, с которым работаете, ну, допустим, у вас опухоль уже альвеолярный ряд, там, по вестибулярной поверхности захватила, прорастая, например, с верхней губы, то в этом случае вы можете проводить проводниковую анестезию, классические варианты на верхней челюсти и, соответственно, на нижней челюсти. Далее воспалительные заболевания, это еще одна из таких проблем, системных проблем, можно так сказать, с которыми встречается врач-стоматолог, когда к вам приходит на прием пациент, например, он приходит с острой зубной болью, пульпит у него, как минимум, да, нужно с этим пульпитом поработать. Конечно же, есть правило, если пациент находится в острой фазе воспаления, то мы по возможности должны отправить его домой лечиться, к терапевту лечиться, к лор-врачу лечиться, либо к какому-то другому доктору, но отложить наш прием. Если же он к вам приходит за экстренной помощью, то вы ее обязаны оказать. Все воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта мы с вами можем разделить на болезни мягких тканей языка полости рта и проявления общих системных заболеваний. Здесь, я думаю, мы пропустим этот слайд. Вам всем понятно, где может располагаться? Вы все врачи-стоматологи полости рта видели. Классификация болезней, вот этих вот изменений, которые в результате воспаления будут происходить на слизистой полости рта, мы с вами можем разделить по патогенезу на четыре категории. Это вирусные заболевания, бактериальные заболевания, грибковые заболевания и аллергические заболевания. Ну, про аллергические заболевания сегодня у вас было несколько докладов, на них даже не будем останавливаться. Вирусные, бактериальные и грибковые заболевания, да, вот эта вот этиология казалась бы разная, но в острой фазе воспаления проявления у вас вполне могут быть одинаковые. Гиперемия, болезненность, отек, ну, повышение солевации, то есть независимо от того, кто является возбудителем в данном случае. С некоторыми нюансами вы будете в целом видеть одну и ту же картину. Если мы с вами говорим об элементах, которые являются в полости рта единичными, то мы можем их с вами разделить или выделить среди них несколько категорий. Пустула или гнойничок. Такой элемент чаще всего возникает на фоне какого заболевания? Герпеса. Герпетические пузырьки. Пузырьки на слизистой у нас с вами появляются в результате какой-то герпес-инфекции. То есть не обязательно это будет герпес, это может быть возбудитель какой-то другой из группы герпесов. Но гнойнички или пустулы – это один из этапов развития именно какой-то герпетической инфекции. Эрозивный процесс на слизистых. Здесь у нас с вами причиной может быть как вирус, бактерия, какой-то грибок, также и просто травматизация слизистой оболочки полости рта, которая принимает вид травматического воспаления. Авты. Поверхностные дефекты эпителия, округлые формы, которые имеют венчик и несколько такой вдавленный центр. Авты у нас с вами могут быть проявлением какого-либо системного заболевания. Также авты могут возникать на фоне травматизации слизистых оболочек или, например, красной каймы губ. Если в самом начале заболевания не назначено правильное лечение, либо пациент просто не соблюдает рекомендации врача. Ну и как итог, это дефект слизистой оболочки в пределах соединительно-тканного слоя, то есть более глубинный элемент. Язва – это что-то типа авты, но только с поражением более глубокого слоя. Вот такие пациенты вполне себе могут прийти на прием к врачу-стоматологу с острой болью, когда врачу необходимо запломбировать зуб, удалить нерв в канале. Возникает вопрос, как мы ему должны проводить анестезию. Если мы с вами видим единичный элемент, единичный элемент – это один зуб в пределах одного зуба, с которым, например, вам необходимо работать в результате вашего вмешательства, то что мы с вами делаем. Мы с вами от края элемента отступаем к наружу 0,5 см, то есть 5 мм отступаем. И здесь начинаем проводить инфильтрационную анестезию. Вы ее проводите так же, как делаете это обычно, за небольшим исключением. Обязательно обрабатывайте слизистую оболочку каким-то аппликационным анестетиком, потому что в условиях воспаления нерв тоже будет воспален. Любое воспаление нерва – это двойная боль, а то иногда и тройная боль, поскольку если мы с вами имеем неврит, то передача нервного импульса начинает происходить в несколько раз быстрее. Поэтому для того, чтобы вашему пациенту не было очень больно проведение самой иглы в ткани, вы должны обязательно немножечко заморозить саму слизистую. Игла должна быть обязательно тонкой. В условиях воспаления нельзя травматизировать ткани дополнительно. Например, проводя инфильтрационную анестезию, используя иглу большего диаметра, потому что любая травматизация будет увеличивать, во-первых, болезненность, а во-вторых, кровоточивость в пределах этой зоны. Там, где у вас воспаление, там у вас всегда сосуды расширены. Кровоток здесь в два раза быстрее пробегает. Здесь всегда в капиллярах у нас с вами давление еще и возрастает в два раза. Чем выше давление, тем, соответственно, быстрее у нас с вами идет вот этот вот круговорот крови в природе. Также, если мы с вами обратим внимание просто на ту гиперемию, которая соответствует всем элементам воспалительным, возникающим на слизистой в процессе того или иного процесса, то что мы с вами поймем, да, мы обсудили. Давление высокое, сосуды расширены. Это значит, что достичь продолжительного спазма сосудов у вас не получится. Значит, любая анестезия у вас будет из тканей уходить в два раза быстрее. Поэтому, если вы в условиях воспаления проводите инфильтрационную анестезию, обязательно вот это вот учтите, что количество анестетик у вас, конечно же, будет возрастать. Может быть другая ситуация, когда к вам обращается пациент, у которого воспалительные элементы не являются единичными. В каких случаях мы с вами видим не единичные элементы? Это, конечно же, проявление каких-то системных заболеваний. При этом эти системные заболевания достаточно часто являются заболеваниями герпес-группы, либо у вас в период обострения вам попался пациент, например, с сахарным диабетом. Пациент с сахарным диабетом дают распространенные грибковые воспаления в полости рта. И, соответственно, картина может выглядеть вот так вот нерадостно. Вот, например, еще один пример. Многоформная эксудативная эритема. То есть она тоже никогда не будет проявляться в полости рта в виде единичного элемента. Далее нам с вами нужно разделить эти проявления на две группы. Когда мы с вами видим воспаление слизистой оболочки полости рта в пределах альвеолярного ряда и когда распространение выходит за пределы альвеолярного ряда. Если воспаление в полости рта выходит за пределы альвеолярного ряда, то есть ушло на щеки, ушло у нас с вами, например, на твердое, на мягкое небо, в этом случае работать с пациентом вы можете только при общей анестезии. Проводить инфильтрационную или проводниковую анестезию пациенту вы не можете, потому что все те анатомические точки, где вы могли бы провести проводниковую анестезию носа небного нерва или там, например, какого-то альвеолярного нерва верхнего, нижнего, они, к сожалению, будут находиться в зоне воспаления и, соответственно, через такую точку проводить инфильтрацию, нагнетение анестезирующего раствора в клетчатку просто нельзя. Поэтому с такими пациентами вы, соответственно, работаете только в условиях общей анестезии. Если же у вас воспаление разлитое, но в пределах альвеолярного ряда, вы можете использовать методики проводниковых анестезий, которые достаточно успешно расписаны и для верхней челюсти, и для нижней челюсти. При этом, если мы с вами посмотрим на носо-небный нерв, то к носо-небному нерву мы можем с вами подойти с какой поверхности, да, со стороны твердого неба, а также к нему можно подойти со стороны полости носа. То есть, если вдруг у вас воспаление не позволяет вам блокировать точку на носо-небе, существует описанная методика, ее используют в отариноларингологии, конечно же, для операций на носовой перегородке. Но, в принципе, если с этой точки мы с вами будем проводить анестезию носо-небного нерва, то четко между клыками передние резцы у нас с вами будут заанестезированы. Заанестезированы и с ними можно будет работать. Здесь на картинке представлена зона, которая у нас с вами выпадает при проводниковой анестезии носо-небного нерва. Передний средний альвеолярный нерв, то есть, если вы собираетесь работать вне зоны действия носа, вне зоны иннервации носо-небного нерва, то далее, соответственно, мы с вами можем поработать с передним средним альвеолярным нервом. Опять-таки, описанные методики, с которыми вы наверняка работаете. Методики достаточно простые. Мы с вами берем среднюю линию соединения твердой неба. Оно из себя в онтогенезе представляет две половины, правую и левую, которые по средней линии тела в целом просто срастаются. От этой средней линии вы проводите перпендикуляр к премоляру и четко посередине у нас здесь будет с вами точка выхода его из кости на поверхность, здесь будет его канальчик. Пожалуйста, проводниковая анестезия. Сможете, соответственно, работать с этими зубками. Далее у нас с вами для анестезии трех маляров на верхней челюсти. Это немножечко картинка с осложнениями, которые показывают. Я вот слушала доклады, все говорят, один миллилитр в минуту. Очень долго, но очень нужно. Обязательно для анестезии. Если сильно быстро вы проводите анестезию в тканях верхней или нижней челюсти, то можете получить зону некроза вследствие возникновения гематомы от разрыва тех сосудов, которые будут... Можно же прокалывать как площадку, а не одним водой. Можно же как площадку прокалывать. Можно как площадку прокалывать, но существует правило при проведении любой анестезии на слизистой вы не можете делать много вколов. Это травматизация, это риск развития воспаления после той манипуляции, которую вы проводите. Поэтому как вы проводите любую инфильтрационную или проводниковую анестезию? Вы иглу погрузили, ввели немножечко раствор, оттягиваете на себя иглу, не вынимая ее полностью, перемещаете, соответственно, дальше в пространстве. Здесь имеется в виду, что вы в течение минуты потихонечку вводите этот раствор. Никто не говорит, что один миллилитр. Вы его, в общем-то, и нагнетаете вокруг точки. Исключение у вас будут составлять, например, проводниковая анестезия на нижней челюсти. Проводниковая анестезия на нижней челюсти. Если мы говорим о нижней челюстной ветве тройничного нерва, то здесь мы должны с вами провести проводниковую анестезию до того, как третий ветвь войдет в свой костный канал. Как только он заходит в свой костный канал, далее вы можете работать только с его ветвями, которые выходят к каждому зубику. Пока нерв находится в костном канале, проводниковая анестезия должна быть либо внутри костной, что слишком высокая травматизация, но и доступна хирургам. Вы когда оперируете, то вскрывая кость внутрикосно можно сделать анестезию. Если речь идет о том, что к вам пришел пациент с воспалением запломбировать зуб, ну, соответственно, мы должны с вами придумать что-то другое. И на нижней челюсти для того, чтобы провести проводниковую анестезию нижней челюстного нерва, мы с вами должны... Есть методики, я сейчас покажу картинки, но суть здесь в чем? Мы должны с вами анестезирующее вещество нагнетать в клетчатку крыловидно-нижней челюстного пространства. Вот здесь вот вообще тыкать и двигать иглой никуда не надо. Вы нагнетаете лекарственное вещество, здесь четко есть промежуток, когда нерв не находится в кости, и, соответственно, вы будете достигать проводниковой анестезии на всю ту половину челюсти, которую эта веточка иннервирует. Все зависит от того, с правой или с левой половиной вы работаете. И, соответственно, описаны различные методики, как врачу-стоматологу правильно определиться с вот этим местом инъекции. То есть в теории все очень легко. Самое сложное не ошибиться на месте, когда вы работаете с пациентом. Ну, соответственно, различные авторы описывают, как правильно поставить руки. Ну и, наверное, манипулярная анестезия по Егорову, когда он предлагает разделить на четыре квадранта зону ниже скуловой дуги кпереди от сустава. Далее между отростками нижней челюсти мы тоже померили расстояние. Провели, соответственно, две перпендикулярные линии. Верхний латеральный квадрант поставили палец, надавили на него. Если пациент у вас широко откроет рот, то вы со стороны щеки будете вот видеть свой пальчик, и плюс вы сможете на него ориентироваться. Есть другой, самый простой метод. То есть вот есть описанные методики авторами. Также, да, по Егорову здесь он не предлагает рисовать, а предлагает поставить пальчики на все внешние ориентиры. при этом, да, есть демонстрация того, как это происходит на челюсти. Мы с вами можем посмотреть, ориентируясь на мыщу, куда мы хотим попасть, потому что это та зона, которую мы с вами можем нащупать пальчиком, когда человек двигает челюстью. Ну, собственно говоря, вот, да, все эти методики нам предполагают попасть именно туда. И вот он описывает нам с вами вот эту методику, каким образом. Можно поставить палец в наружно-слуховой проход, либо перед козелком. И здесь нащупываем мышелковое движение, заставляем пациента широко открыть рот. И при открывании рта мы с вами, у нас с вами будет видна межмышечная щель, за которой будет находиться пальчик врача-стоматолога, который проводит эту процедуру. И успех методики как раз таки зависит от того, насколько успешно вы пройдете между мышцами. То есть, если вы правильно заставили пациента открыть рот, правильно поставили свой пальчик, иглу направляете на козелок, то есть она должна на слуховой проход у вас как бы идти. Погружаете ее в ткани, при этом постоянно перед собой нагнетая небольшое количество анестезирующего вещества. То таким образом вы, соответственно, сможете провести любую манипуляцию на нижнюю челюсть, которая будет связана с восстановлением коронки, с работой на пульпе зуба. И буквально несколько слов, вот это вот мы с вами пропустим. Я бы вам хотела сказать про что. Если к вам обратился пациент и с воспалением на слизистой оболочки полости рта, и вы ему проводите не хирургическую, пусть терапевтическую, стоматологическую манипуляцию, то по большому счету ваш пациент попадает в четвертую группу риска развития бактериальных осложнений на слизистых, поскольку вы работаете не в чистой зоне. Тем более, если у него были единичные элементы, и вы проводите ему инфильтрационную анестезию даже по правилам. Такому пациенту вы обязательно должны назначить превентивно. Но даже в вашем варианте это уже будет непревентивно, потому что какое-то воспаление в полости рта у него есть. Противовоспалительную терапию. При гиперемии слизистой полости рта вы можете использовать иммуномодуляторы, обязательно назначайте полоскание, которое содержит хлоргексидин. Обязательно при единичных элементах в полости рта обязательно назначайте пациенту иммуностимуляторы или иммуномодуляторы. Вот здесь я буквально два слова скажу. Головит – это иммуномодулятор системного действия, этот препарат, он вырабатывает, у нас с вами иммунитет делится на местный и гуморальный. Вот головит работает на уровне гуморального иммунитета. А если мы с вами возьмем иммудон или есть такой же препарат ИРС-19, но чаще используемый у деток, то иммудон и ИРС-19 работают четко на уровне местного иммунитета. Поэтому в целом можно их сочетать. В случае стоматологических заболеваний, ну, наверное, вам имеет смысл больше использовать все-таки какую-то местную такую иммуномодулирующую терапию. Все-таки врач-стоматолог, ну, наверное, на куморальный иммунитет не стоит воздействовать. Только если, конечно же, к вам пришел пациент, у которого вы видите проявление на слизистой системе заболеваний, тогда да, тогда, пожалуйста, назначайте головит. При отеке слизистой полости рта многие элементы, многие, вернее, препараты здесь будут схожими. Что мы с вами добавим? При любом отеке обязательно добавляйте антигистаминные препараты. Антигистаминные препараты снимают аллергическую реакцию и при этом прекрасно убирают отек. При этом, поэтому при вирусных или бактериальных инфекциях антигистамины часто назначаются в общий блок назначения для того, чтобы убрать именно отек. Отек – это плохо. Тем более отек плохо на слизистой оболочке полости рта. Здесь тканей мало, лимфе особо деваться некуда. Чем больше отек, тем больше нарушение кровообращения в этой зоне за счет того, что просто будет поддавливать элементы, находящиеся внутри ткани. Есть препарат ОКИ. Это нестероидное противовоспалительное. Если вы, например, не можете пациенту назначить нестероидное противовоспалительное системное, например, он вам говорит, у меня гастрит в стадии обострения, или у меня язвенная болезнь с желудка, то тогда назначать нестероидное противовоспалительное не стоит. Но мы с вами можем взять очень хороший местный препарат. Его используют и при лор-патологии, то есть при ангинах горлополощи, но при этом он прекрасно работает в стоматологической практике тоже. Основной здесь эффект, конечно, противоотечный. Ушел отек, лучше уходит лимфа, меньше риск того, что у вас будет отек со стороны лимфатических узлов региональных. Если вы видите налеты наложения на слизистых, то здесь у нас с вами протокол, который в первую очередь предполагает антисептическую и антимикробную обработку полости рта. То есть таким пациентам недостаточно просто пополоскать рот. Здесь должна быть проведена процедура, которую проводит либо врач-стоматолог, либо сестра-гигиенист. Ну, то есть кто-то обученный. И удаление некротических масс. Вот эта вот процедура четко врачебная. Четко врачебная. Удаление некротических масс медицинская сестра производить не может. При, соответственно, налетах и наложениях на слизистые вы сначала провели обработку и только после этого вы назначаете лекарственные средства, которыми ваш пациент будет уже обрабатывать полость рта дома. Ну и, соответственно, далее у нас с вами идет усугубление процесса в виде появления эрозии и ясм на слизистой оболочке. И здесь обязательно первое. Любой эрозивно-язвенный процесс это местная травматизация, которая может быть естественного происхождения, а может быть, соответственно, искусственного происхождения. Такие процессы у кого часто видим. Брекеты. Выскочила дуга. И, соответственно, эрозивно-язвенный процесс на щечной области мы с вами видим. Пока вы не уберете эту дугу, не скусите ее или как-то не поправите, вы не сможете этот эрозивно-язвенный процесс убрать. Санация полости рта. Обязательно очистка поверхности эрозии и язв. Врач это проводит еще и по той причине, что это частенько очень больно и требуется аппликационная анестезия для того, чтобы, соответственно, полость эрозии очистить. Далее назначаем препараты, которые способствуют заживлению. Ну вот, перед этим нам с вами рассказывали. Неплохая, кстати, мазь, но только такая она пачкащая. То есть снаружи, если что, намажешь, с одеждой очень аккуратно. Потом ничего не отстирывается. Поэтому, соответственно, вы выбираете тот препарат, который вы хорошо знаете, с которым вы прекрасно работаете, он вам нравится, берите его. И последнее, это папулы и визикулы на слизистых. Для них мы с вами должны взять препарат, который будет каким? Специфическим, патогномоничным по действию. То есть что-то типа завиракса. На сегодняшний день для нанесения на слизистые оболочки, не на кожу именно на слизистые, у нас пока с вами есть только завиракс. Ну и далее, обработка, пожалуйста, тем же гексоралом или мерамистином, что у нас во всех протоколах имеется. Спасибо за внимание. Я желаю вам всем хорошего вечера. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok